В нашем проекте мы выясняем, почему турецкая недвижимость сейчас так популярна и интерес к ней растет и растет. Уже говорили и про любовь к здешним курортам, и про доступные цены, но есть еще одна, возможно, самая важная сегодня причина успеха. В Турцию легко переехать практически на любой срок. В большинстве стран покупка недвижимости не дает оснований для получения вида на жительство, только виза на 90 дней в полгода или на 180 в год. В Турции все проще, любой собственник имеет право на ВНЖ. То есть хотите жить здесь 3 месяца в году, пожалуйста, хотите задержаться на весь год, с турецкой стороны вопросов не будет. И объективно процедура получения вида на жительство проста и не забюрократизирована, прямо начиная со сбора справок. Если вы хотите понимать, мы вам подробно рассказываем, какие документы вам нужны. Допустим, выписка из кадастроуправления, что на вас эта недвижимость до сих пор оформлена. Если вы оформляете на всю семью, то свидетельство о браке, свидетельство о рождении с апостилем. Справки эти сейчас уже не требуют на счету показывать средства, что очень удобно тоже для наших покупателей. Медицинскую страховку, опять же, при нашей помощи оформили. Итак, что требуется для подачи документов на турецкий ВНЖ? Четыре фотографии. Оригинал и копия паспорта. Срок его действия должен минимум на 60 дней превышать срок запрашиваемого ВНЖ. Копия ТАПУ. Свидетельство о собственности на недвижимость. Справка из кадастроуправления о том, что ТАПУ действительно. Действующая медицинская страховка. В нее входит оказание неотложной помощи, лечение в поликлинике, лечение в стационаре. Там минимум документов. Да, заказывать нам ничего не надо было. Мы знали изначально, когда мы сюда ехали, то есть мы почитали обо всем. И сделали все документы, то, что нужно было, апостелировать. Мы апостелировали в России сразу по месту, чтобы не было беготни с консультом в Анталии. То есть можно здесь, но это будет время, соответственно, определенные деньги уже дополнительные. И мы все документы, которые наши, нужно было заверить и апостелировать, мы их апостелировали в России на место. Здесь только нужны были уже переводы. Да, есть определенный расход на ВНЖ, тут никуда от него не денешься. Это нотариально заверенные переводы, это госпошлина. И весь этот пакет документов относим в миграционную службу. Мы можем, если вы хотите сами, вы можете это и сами делать. Но обычно клиенты предпочитают с нашей помощью. Процесс сбора документов не слишком трудоемкий, даже в деталях. Например, для анкеты предварительно нужно получить ИНН, местный номер налогоплательщика. Это делается бесплатно в налоговом управлении по месту регистрации. Делается быстро. Делается очень быстро. Балакиты нет. Получение номера, индивидуального номера налогоплательщика, получается буквально 2-3 минуты. Приходишь, подаешь метрику. Пишешь, заполняешь буквально бланк, твое имя, папа, имя мамы, номер телефона и номер паспорта. И все, через 2 минуты тебе подают ИНН. Две минуты, то есть он вносит в базу и сразу тебе распечатывает этот ИНН. Мы подали документы и просто ждали. Рандеву. Само рандеву. Назначают рандеву через месяц. И все. Вот рандеву. Слово-то какое. Собеседование. То, что все равно беспокоит заявителей. Не может не беспокоить. Все-таки личное общение, да еще с государственной структурой. Да, документы в миграционную службу можно отправить онлайн. Но дальше-то встреча лицом к лицу. Ну это тоже госорган. То есть туда приходишь, заходишь в кабинет, сидит такой дядечка за компьютером. Обложенный весь папочкой. Наши папки у него уже все, которые мы сдали. Он проверяет все документы при нас. С каждым индивидуально. Вот он с нами мало ли много ли побеседовал. Сказал, все хорошо. Распечатал тут же бланки уже с нашими номерами ВНЖ. И сказал, что карточки вам придут через две недели по почте домой. То есть нам принесли их прямо домой. Мы уже даже никуда не ходили. Конкретного какого-то собеседования нет. Просто заполняются бланки, на вас смотрят и отпускают. Общение, соответственно, на английском языке. Хотя есть служащие, которые разговаривают по-русски в миграционной службе, что очень удобно. Вообще в Алане во многих государственных службах разговаривают по-русски уже. И, в принципе, кто с клиентами с нами, то, соответственно, сопровождает наш менеджер, который везде переводит. Так что же, неужели все так просто? Пожалуй. Единственное «но». Раз уж вы задумываетесь о переезде, ответьте себе на вопрос. Как или точнее на что вы будете жить в Турции? Если работать, то где? Вид на жительство на основании владения недвижимостью право на работу не предоставляет. В отличие, кстати, от гражданства. Ну, вопрос работы у нас один из самых частых, я даже подумываю, открытие агентства по трудоустройству. Вид на жительство вам не даст право работать, так как гражданство без рабочей визы. Это тоже одно из преимуществ гражданства, которые ищут некоторые клиенты, возможность работать без рабочей визы. Ну и, в принципе, есть некоторые государственные услуги медицинские, которые даются гражданам Турции, а иностранцам приходится оплачивать. Так как же решается вопрос с заработком? Вероятно, самая популярная схема – работа в туристическом сегменте. На самом деле, устроиться гидом легко, потому что для туристического бизнеса получить рабочую визу для иностранца намного легче, чем в любых других сферах. Что же касается любых других сфер – это торговля, рестораны те же, офисная работа. Здесь есть правило требования 5 турков. У вас должно быть работать, чтобы вы могли нанять иностранца. Вся сложность именно в этом. Итак, право на работу в Турции автоматически дает только гражданство. Как его получить – об этом в следующей серии. А резюме этой – про вид на жительство. Это действительно нетрудный процесс. Вы сами или с помощью надежной компании собираете документы. А дальше? В принципе, есть онлайн-система. Можно по ней загрузить в онлайн-системе все эти фотокопии документов. Назначается рандеву. Вы проходите общение в миграционной службе. И вид на жительство приходит вам почтой по месту проживания. Кто-то из клиентов дает наш адрес, кто-то свои именно апартаменты, где они живут. Фактически буквально 3 недели, 2-3 недели, максимум месяц, и вы получаете. Есть вопросы по переезду – задавайте в комментариях. Эксперты Рест Проперти ответят обязательно. До скорой встречи!